Начало мая 2023 года станет часом Х для Украины. Расширение территории России, кризис в США и приход закулисного лидера. Прогноз нумеролога Джули По до 2025 года. Апрель и начало мая 2023 года станут решающим периодом для Украины. Известный нумеролог и футуролог Джули По, специализирующийся на политических предсказаниях, которые ожидают Россию и другие страны. Она использует свои уникальные методы предсказаний и математического анализа для создания сценариев будущих событий, которые мы можем отслеживать по описаниям в средствах массовой информации. Давайте посмотрим на глобальные тенденции, которые должны произойти в текущем 2023 году. О них сайту Курьер Среда рассказала Джули По. Так, согласно ее прогнозу, начиная с конца лета, а точнее с августа 2023 года, НАТО и Европейский Союз будут на грани распада, и данный процесс существенно будет ускорен к 2025 году. Поэтому с 18 апреля 2021 года Европа вступила, Евросоюз вступил в длительный процесс его распада. Внутри Европейского Союза начинается острый конфликт. Вообще, эта карта очень неблагоприятная. Она в первую очередь говорит о разладе, о разногласиях, о подставах, о, знаете, закулисных играх, о каких-то обманчивых историй, где одна страна, слепо доверяя неким указаниям другой стороны, начинает друг с другом воевать и конфликтовать. Да, это у нас обратный эффект той самой Фемиды. Здесь нет правосудия, здесь абсолютная ложь и наговор. Поэтому вся Европа, как вы помните, я вам говорила в новогоднем прогнозе, будет охвачена всевозможным разладом разногласиями, какими-то ссорами. Страны Евросоюза преобразуются в ряд новообразованных государств, которые будут находиться в политическом противостоянии друг другу, в то время как другие будут союзничать. Некоторые из этих стран будут заключать политические и экономические союзы между собой. Китай будет находиться в военной конфронтации с США из-за Тайваня, а Израиль в свое время будет враждовать с такими странами, как Турция, Сирия, Армения и Иран. Джулипо считает, что Россия будет поддерживать своих союзников в этих военных конфликтах и принимать миротворческие и гуманитарные меры для погашения конфликтов. Ну, Китай, США и Тайвань, да, этот любовный треугольник уже длится достаточно давно, но опять-таки на этой неделе, буквально вчера, снова произошло обострение обстановки и ситуации. Как мы видим, США провоцируют Китай, а Китай уже проводит крупномасштабные учения. И, собственно говоря, практически моими словами СМИ уже кричит и говорит о том, что в ближайшее время может начаться крупномасштабная военная операция Китая по отношению к Тайваню, соответственно, США придется вмешаться. То есть, фактически мы говорим о предстоящих военных действиях между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Такие страны, как Польша и Казахстан, получат некоторые политические бонусы. В большей степени это относится к Польше. Она получит усиление собственных позиций в 2023 году, так как она открыто вовлечет свои вооруженные силы в конфликт на Украине. Конец апреля и начало мая 2023 года станут часом «Х» для Украины. В этом убеждена Джулия По. Та самая Украина. С 24 августа 2022 года, то есть это события еще предстоящие, до 27 августа 2022 года Украина будет находиться в отрицательной зоне. И, как я уже вам ранее говорила, очень высок риск не только распада, но и в принципе глобальных перестроек перемен в этом государстве. И тот факт, что Польша дружит сейчас с Украиной, является последним гвоздем, который желательно было бы все-таки президенту Украины заметить в своем ботинке и не наступать на это. Но, как мы видим, он другой вариант, другого варианта развития не видит событий, поэтому, к сожалению, это может стать последней точкой в распаде и разрушении Украины. Что касается марта. Март, интересно, я его хочу, так знаете, одним выражением назвать «стенка на стенку», потому что в этом промежутке времени будет наступление с обоих сторон. То есть, я имею в виду, и с нашей, и с страны ВСУ. Очень активное, яркое наступление, причем оно будет сопровождаться не только сопротивлением, знаете, когда человек-человек воюет, да, это именно, соответственно, действие страны очень крупного вооружения. Украина встанет на путь распада в 2024 году. Некоторые территории могут быть поглощены Польшей, а некоторые – Румынией. Российская Федерация также получит некоторые украинские территории. Наиболее вероятно, это будут Одесса, Харьков и некоторые районы Днепропетровска, а также области Кировограда и Николаева. В будущем США ожидает самый большой кризис в истории, по мнению нумеролога. Предстоят долларовые потери и потери военного влияния, а также серьезные конфликты с Венесуэлой и Мексикой. Также будет крупный отток бизнеса и инвестиций в Канаду.